В семье Ильгиза и Эльвиры Рахимова Хузулькундов трое детей. Старшему сыну уже 12 лет, средней дочке 9, а младший на днях исполнился годик. Вместе они дружная и счастливая семья. Еще несколько месяцев назад папа с детьми ходил на прогулки, играл, учил младшенькую первым шагам. Теперь глава семейства учится ходить сам. В марте этого года произошел несчастный случай. На работе под Екатеринбургом, где Ильгиз строил с бригадой дорожный мост, на него упала многотонная металлическая балка. Несколько дней комы, ампутированная нога и ограниченная в движениях рука. В один миг Ильгиз стал инвалидом. Вообще расскажите, вы кто по профессии? Дорожный рабочий мой работал, в жасмине. А как вообще происшествие случилось? Расскажите подробнее. Стойки демонтировали трубы, вот и шов оборвался между трубами и на меня упал. Дальше не помню. Ну это понятно, очень тяжело. Ну помощь вам оказали, да? То есть сразу увезли в больницу? Да, сразу в больницу увезли. В Екатеринбург? Угу. Травматологическая больница номер 15. И там потом лежали, да, в оборудовании? В 9 месяц, да, лежали. Я ездила. Вот вы подошли к какой-то конструкции. Можете описать вот это более подробно? Что за конструкция? Как это выглядело вот? Железные 8-метровые трубы-стойки. 8-метровые трубы-стойки, то есть вы их скапывали в землю? Нет, они на плитах стояли. На плитах, то есть в бетон они вмонтированы были? Угу. И между собой соединенные трубы. Вот их ставим, и между собой соединяем тоже трубы. Более тонкими трубами? Да, да, да. Сверху опалубка железная тоже. Потом армируется и бетон. Вот эти трубы. Вот эта труба упала. А, вот эта труба упала на вас. А, не трубы. Вот тут железная опалубка. Вот. То есть вот эта труба на вас упала. А вы ее прикрепляли к этой трубе? Приваривали вы ее? Получается, что ли? А, вот она какая. Она как эта, вилка, да? Да, да, да. Они вот между собой. Пальцами его засуешь. Все, я понял, понял. Все, я понял, понял. Вообще, насколько я понимаю, такие работы не делаются экскаваторами, да? Они делаются именно автокраном, потому что там есть плавность хода и так далее. А на экскаваторе, естественно, такого нет. Он должен копать. Поэтому резко раз-раз-раз дергает. Во время, прощая, вот именно та труба упала на вас. Вот она, труба. Тут лежит она. Сейчас покажешь. Вот она, лежит труба. То есть получается, по факту у нас лопнул сварочный шов просто. Да, да, да. То есть из-за этого труба упала. Умела. Первый раз поехала, когда я с реанимацией перевозили в отделение. Произошло 7 часов вечера, эту субботу было. Я не смогла дозвониться. Ну, вообще, я не знала же. Мне его друг позвонил, коллега вот по работе, пол 11-го. Что... Мне вообще сказали, что в этот вечер, что просто новословно. Ну, дали номер. Утром мне дозвонилась до реанимации. Там такое начали говорить. И в коме. Нога сломанная в коме. Ну, многие же люди ног ломают, как было. Что остановка сердца была. И сразу утром мне сказали, проблема с ногой, что органы, не работает ни один орган, ни печень, ни почки. Только на аппарате, на ИВЛ, на препаратах. До сих пор даже оплата больничного нету. Пусть этих даже копей, вот, вообще вот нету. Что вы хотите от этой организации сейчас? Чтобы вы остались задовольными, чтобы у вас не было к ним претензий. Мы хотим... Единственные... Вот два, как бы, этих стоит пункта. Протез. Это вообще... Протезы сейчас очень тоже дорогие же. И ежемесячные пособия. Неважно, в какой сумме, но все равно какой-то доступный. Ну, и не прям просим. Просто, чтобы мы знали, ежемесячно поступит какая-то сумма на карту. За газ платить надо, за сед платить надо. Все учились на адаптик. На какой период вас бы устроила сумма, которую вы хотите ежемесячно получать? Пожизненно. На 9 пожизненно нет. Она же не вырастет. Протез поставьте. Я вам мужа на двух ногах отправила. Он сказал, приедет. Ну, слава богу, он приехал. Вот так же на ноги его поставьте. Пусть не своя, но железная. И железную ногу примем, как родную. Так же будем ухаживать. И она будет такая же наша. Часть нашей семьи. Член нашей семьи. Действительно, ко мне обратились жители нашего района, в частности, Рахимов Ильгиз, бывший работник ООО «Жасмин». Организация находится в Свердловской области. В связи с полученной травмой, травма получена была им на производстве. В результате этой полученной травмы Ильгиз остался без ноги и с ограниченной функцией руки. На сегодняшний момент инспекцией по охране труда проведена проверка. Результатом явилось заключение, что в причиненных телесных повреждениях, полученных телесных повреждениях, Рахимов, виноваты сотрудники организации, то есть лица, производившие работу. Это мастер, бригадир. Описание в акте Н1 есть. Возникает вопрос, почему до сегодняшнего дела не возбуждено уголовное дело до сегодняшнего дня. Поскольку при нарушении правил техники безопасности на производстве всегда возбуждается уголовное дело, тем более полученные телесные повреждения у потерпевшего работника являются тяжкими. Но вот сейчас уже с момента выписки Ильгиза из больницы прошло больше месяца. Каких-либо постановлений о возбуждении уголовного дела, каких-либо допросов с ним вообще со стороны следственных органов не производилось. Хотя о каждом случае производства извещается территориальная прокуратура, извещается следственный комитет. И уголовные дела по таким фактам при наличии тяжкого вреда здоровью возбуждаются без какого-либо заявления потерпевшего. То есть по самому факту случившегося. В настоящий момент нами направлено обращение о том, что следственные органы, честно сказать, не знаю, халатно относятся или как, ну, бездействуют, скажем так, да, бездействуют. Молодой парень находится сейчас, имея трое детей, вообще, я бы сказала, даже в бедственном положении, по той простой причине, что у него на каждый день лечения уходит, на каждый день лечения уходит тысяча рублей, только на препараты. Он имел заработную плату там официальную, 15 тысяч рублей, но на сегодняшний день даже больничный лист ему в полной мере не оплачивается. У него трое детей, и, соответственно, супруга работает, да, они молодые ребята, супруга работает, но у них заработная плата тоже очень маленькая. Вот по этой причине мы сейчас готовим иски в нескольких позициях. То есть иск о возмещении расходов по лечению, иск о взыскании утраченного заработка и иск о компенсации морального вреда. Хочу сказать, что эти иски будут предъявляться в наш суд по месту жительства потерпевшего. Они никак не связаны с уголовным делом, могут заявляться отдельно. Почему по месту жительства потерпевшего? Потому что законом предусмотрено, что при повреждении здоровья, либо при смерти можно обращаться в свой территориальный судебный орган. То есть обращение, исковые заявления готовятся в Салаватский международный суд. По факту же отсутствия информации по уголовному делу, это мы обратились к прокурору Свердловской области и в Следственный комитет в Москву, представителям Следственного комитета в Москве. Вот то, что могу сказать на сегодняшний день. Мы попытались связаться с ООО «Жасмин», чтобы получать комментарий. Николай Леонидович? Да, здрасте. Здравствуйте, меня зовут Кристина, я представляю информационное агентство «Дармедиагрупп». Предупреждаю, что звонок записывается. Мы готовим сюжет об инциденте с Ильгизом Рахимовым. Он работал дорожным рабочим в ООО «Жасмин». Могли бы вы прокомментировать ситуацию? А что именно вы хотите от меня услышать? Хотелось бы узнать, что произошло с Ильгизом в тот злополучный мартовский день? Привела ли проверку трудовая инспекция? Какие выводы сделали? Как ООО «Жасмин»? Что сделали для пострадавшего сотрудника? И что еще планируют сделать? Выплаты делаем. Что просили, тем помогали. Сегодня, завтра еще помощь окажем. Пострадавший сказал, что вы ему предоставили коляску, инвалидное кресло, правильно? Да, было такое. Плюс костыли еще, плюс давали наличными деньгами на оплату пеленок. Все же необходимо было в больнице. То есть вы на связь выходите с пострадавшим регулярно? Конечно, ко мне позавчера на связь обратились с помощью оказательного медикамента. Сегодня, завтра ты деньги переведешь. А вот по поводу компенсации, в плане того, что все-таки он пострадал, ему медикаменты нужны будут не только сейчас, пока он проходит лечение? Слушай, мы же не отказываемся ни от чего. Когда он нас что-то бросит, мы предоставляем, пытаемся. Ну, как бы не пытаемся, помогай ей. В общем, это хороший случай. Ко мне, в конце, обратился в понедельник, вопрос отрешается. Сегодня вопрос, может быть, решил сейчас там, в середической части, документы, не знаю, подготовить юрист. Подпишем деньги, перейдем к помощи, окажем на медикаменты еще. А вот по поводу протеза? Протезы это будем в будущем рассматривать. Сейчас же пока не ясно, если там ничего, пока ему надо будет. Это тоже разговоры, думаю, обсуждаем. Потерпевшие утверждают, что вы не готовы компенсацию платить, так как материальное положение... Они пытались, наверное, на контакт вообще пойти. Я же вам еще раз объясняю, что я ездил неоднократно к ним. Первый раз пообщался, как бы, пообщались, я считаю, очень достойно, и все нормально. А второй раз уже со мной никто не общается, общается только их адвокат. Я говорю, ту зарплату, которая ему положена за сколько месяцев, когда перечислите то же самое? Будет? Ждите. На следующей неделе? На следующей неделе. Я тогда инженеру по технике безопасности тогда сказала, переводите деньги, пожалуйста. Тогда я говорю, беру троих детей, вот сюда около конторы приду, вот так сяду и буду сидеть. Зарплату перевели, не помню. А вот именно в размещении никакого не было, да? Вообще никогда не получили, да? Это его зарплату, который он работал с января, чуть ли там, зарплату они не видели, по мартам, за эти месяцы. И вот 20 тысяч как материальная помощь, больше ничего не было. Нет. Ну и коляску вот эту. А вам коляску привез кто-то, да, ее? В больницу. А, в больницу, в больницу кто-то ее потерял. Туда и костыли. А не сказали кто? Ну, нет. Они вообще ничего не говорят. Ты стараешься не светиться, они не показывают себя, да? Они и не отказываются, и ничего не делают. Да, они даже не звонят, спрашивают, может, вам какой-то мазь нужен. До сих пор даже оплата больничного нету. Пусть этих даже копей, вот, вообще вот нету. По поводу того, выигрышные, невыигрышные дела, давайте сразу определимся, что такого понятия выигрышные дела или невыигрышные, нет, да? Законом напрямую предусмотрено возмещение вреда работнику, работодателям. И законом напрямую предусмотрено возбуждение уголовного дела в отношении лиц, производивших работу, в том случае, если работник в период работы получил какие-то телесные повреждения. В моей практике было порядка шести дел таких, и были дела и с возбуждением, добивались возбуждения уголовного дела. Жители нашего района, а работают многие же у нас по вахтам, да? Поэтому возбуждали дела. И были практически все они, эти дела были рассмотрены также и в гражданском порядке, и возмещение ущерба было обеспечено, да? Мало того, оно не просто состоится, как решение на листке бумаги, да? Вот говорят люди, ну что это будет решение, оно будет неисполнимо. Исполняется. Исполняется. Потому что во взыскании в денежной форме, потому что все взыскания идут через банк. Тут даже не нужна служба судебных приставов, поскольку мы исполняем земли листы, передаем напрямую на счета, и деньги взыскиваются. И плюс к этому, это же организация у них, и техника, и все, что возможно к реализации. Поэтому они не только, ну условно говоря, ваши терминологии, да, они не только выигрышные, эти дела реальные, они исполнимы, решение судов исполнимы. Это у нас Заринка. Завтра нам будет один годик. Травмы сотрудников на производстве – печальный факт. Обычно все возникающие вопросы удается решить мирно. Работодатель принимает ответственность и действует по закону. Но бывают и вопиющие случаи безразличия. Один из таких произошел с Ильгизом Рахимовым. Мы верим и надеемся, что наш сюжет поможет восстановить справедливость, что нужные люди услышат и поймут всю печально сложившуюся ситуацию. И уже вскоре Ильгиз вновь сможет жить полноценной жизнью, не переживая, чем же ему кормить свою семью. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...